Хроники Акаши. Просмотр трёх жизней. Ты готова, Вера? Готова. На четыре перемещаемся с тобой к Хронике Акаши. Большая космическая библиотека. Один, два, три. Мы здесь. Здесь. Снимаются маски и голограммы. Всё вокруг предстаёт согласно своему эфирному коду ДНК. Это Хроники Акаши. Здесь определённые энергии, которые чувствуются везде. Отлично. Перемещаемся в главный зал Хроник Акаши. Мы на месте. Мы приветствуем Хроники Акаши. Приветствуем Хронителей Хроник Акаши. На счет три появляется перед тобой книга жизни Янис123. Но она очень медленно и, я бы сказала, нежно так опустилась на предисталку. Здесь не стол, а такой как подстамент. Подстамент, да, для книги. Как она выглядит? Какая обложка? Из нее идут энергии. Хорошо. Сейчас я дам команду, и ты переместишься в последнюю жизнь до этой жизни Яниса. Появляется воронка из книги «Один, два, три». И ты ныряешь в эту воронку и выходишь в первом важном моменте его предыдущей жизни. Опиши, что ты видишь. Женщина, она очень хрупкая. Она рожает ребенка. Это его рождение, да? Рядом люди. Ей трудно. Она рожает мальчика. Какой-то год, какая-то страна. Пошла информация. 1848. Это Франция. Франция. Хорошо. Давай переместимся на 10 лет вперед. Один, два, три. Следующий важный момент его в жизни через 10 лет. У него очень хорошая семья. Мама, папа. Они заботятся о нем. Они чисто одеты. Он учится. Какой-то, видно, как в гимназии. Это мальчики плюс папа. Он тоже постоянно ему что-то преподает дома. Обучает его. Папа учитель? Или он просто помогает ему? Он помогает ему. Он, папа, он, здесь несколько слов идет, инженер, архитектор. Он что-то, архитектура какую-то делает. Понятно. Образованный человек. Поэтому может его обучать, обучать дома и давать какие-то свои знания. Хорошо. А чем занимается мама? Мама не работает. Хорошо. Сейчас он в школе. Мама смотрит за ребенком, и папа не хочет, чтобы мама находилась без него. Хорошо. Выходила на улицу без него или оставалась одна. Понятно. Давай переместимся на 10 лет вперед. Следующий важный момент в его жизни. Ему 20 лет. Ну, это какой-то как институт. Там же во Франции, да? Техникум или институт. Это Франция, да. И он изучает науку и технологию. И у него есть девушка. Они любят друг друга. Как ее зовут? Кетти. Кетти. Чем он занимается? Обучается еще, да? В университете. Да, на него возложены большие надежды. У него очень тонкий ум и много знаний, полученных до этого момента. Хорошо. Давай переместимся в следующий важный момент его жизни. Сколько ему лет? Где мы находимся? На этот момент смерти. У него короткая жизнь была. Сколько ему лет? Давай за 10 минут до смерти. За 1870 год. 1870 год. Он так мало прожил? Что случилось? Это война. Его ранили или что случилось? Объясни. Здесь оружие. В руках у них оружие какое-то. Идет как перестрелки. В Руссии идет слово. Германия война. Здесь идет информация, что это зима. Декабрь. Декабрь? 1870-го года. 1870-го года. Его застрелили. Он был не способен воевать. Понятно. Он был женат? У него дети были? Он, я не знаю, был ли он женат, но это девушка с ним, да. А детей нет. Значит, он прожил 22 года. Какой главный урок он получил в этом воплощении? На слове идет 23 года. 23 года. Какой главный урок он получил за эти 23 года? Значит, здесь вообще идет опыт души не только в этом воплощении, но и на основании прошлых воплощений. У него было много, это даже не негатив, это именно насилие много он видел. Он был воин, смертей. Он участвовал в разных межгосударственных конфликтах, в прошлых жизнях. Это все душа показывает сейчас. И в этом воплощении он хотел именно обучение и гуманитарно прожить эту жизнь. Но ему не удалось. Он все равно ввязался в конфликт. По своей вине ввязался или его заставили? Его выбор был? Или так сложились обстоятельства? Так сложились обстоятельства. Он не выбирал, но и не сильно отказывался. Ну по этой жизни мы все поняли. Давай сейчас от этой жизни мы отключаемся и переносимся в жизнь до этой жизни во Франции. На счет 3. 1, 2, 3. И ты в его предыдущей жизни. Перед жизнью во Франции. Здесь мальчик. 3 года, наверное. Какая это страна и какой год? 1490 год. Швейцария. Швейцария. Ему сейчас 3 года. Он в маленьком возрасте. Давай перенесемся в возрасте 15 лет. Где он находится? Чем занимается? Это как лагерь какой-то. Он тренируется. А что он тренируется? Тренируется в спорт или что? С другими детьми его возраста. Они тренируются. У них разное оружие в руках. Палки. Палки. Потом большие такие, как сабли. Он где-то обучается? Еще какие-то. Он где-то обучается? А где это? Что он делает? Кроме игры в палках или тренировки? К чему он себя готовит? Стой с гвардейцем. Хорошо. Давай перенесемся в возрасте 20 лет. Где он находится в возрасте 20 лет в Швейцарии? 1400 какой-то год. 1500, наверное, уже. Десятый. Он не в Швейцарии, он во Франции. Чем он занимается? Подожди, нет, это не Франция. Это Италия. И он... Гвардеец папы? Он один из гвардеец, которых защищает понтифика. Папу. Я так и считал только что, да. Ему сейчас сколько лет? Пошла информация. 23. 23 года. Давай перенесемся на следующие 10 лет вперед. 33 года ему. Чем он занимается? Где он находится? Есть ли у него семья, дети? Он один из главных командующих. У него подчиненные гвардейцы. Семьи детей нет, он предан понтификам, которые меняются, и он выполняет их задания. Он доволен. У него есть власть, у него есть сила. Да. Он доволен своей жизнью. Ему сейчас 33 года. Хорошо, давай перенесемся в возраст 40 лет. Где он в 40 лет? Это 1527 год. Да. И здесь как восстание или нападение какое-то. Очень много его друзей и гвардейцев погибло. Он жив? Он ранен и он умирает. И это сколько ему ты говоришь? Они защищали понтифика, и он выжил, понтифик, но очень многие были убиты. И он один из тех, кто получил ранение в этой битве, да? Он умирает? У него смертельное ранение. Значит, ему тогда еще не было этого возраста, 1527-й, значит, он не дожил до этого возраста. В каком возрасте он скончался? 40 лет. 40 лет было, понятно. Ну что ж, какой главный опыт он получил в этой жизни? Ну вот сейчас, если я смотрю, душа выходит из тела, она разочарована. А чем она разочарована? Что у нее не получилось? Опять показывает она опыт прошлых жизней. Он хотел уйти от этих войн. То есть показывает, что быть гвардейцем давало ему защиту и власть, силу, определенный статус. Это нравилось ему при жизни. Но когда душа вышла из тела, она разочарована. Этот опыт она уже получала. Ему хотелось получить другой опыт, быть выше этого. Хорошо, с этой жизнью понятно. Не получилось воплотить свои планы, которые он поставил себе перед воплощением. Он хотел поменять, поменять хотел свою жизнь. Опять идет слово, на гуманитарные науки. Не получилось. Больше расширять. Отказывает он голова, у него расширяются знания, наблюдения. Он хочет быть наблюдателем, а не быть в центре событий. Хотел. Вот я только хотел добавить. Хорошо, с этой жизнью нам в Швейцарии. Понятно, она закончилась в 1527 году. Отключаемся от этой жизни в Швейцарии и переносимся в жизнь до жизни в Швейцарии. На счет три. Один, два, три. Ты в этой жизни. В первом важном моменте этой жизни. Какой это год? Где мы находимся? Цифра 2307. Хорошо. Здесь опять лошади. Какая это страна? Я пока не вижу страну. Здесь перемещение между странами. Он с каким-то отрядом. И они, большим отрядом, они следуют куда-то. На каком континенте они находятся сейчас? Это Европа? Это Америка? Латинская Америка? Что это может быть? Пошла информация. Какие-то как арабские территории, что ли? Араб. Сухо. Сколько ему лет? Как он выглядит? Где он находится? Вернее, чем занимается сейчас? Это как перемещение по какой-то пустыне, что ли. Он ребенок, ему 7 лет. Хорошо. Давай перенесемся в возраст на 10 лет вперед, когда ему 17 лет. Один, два, три. И ты наблюдаешь его в 17-летнем возрасте. Но он сидит на коне очень уверенно. Он в отряде в каком-то или в каком-то поселении, или что там происходит? Это поселение, это не отряд. То есть у них есть свой отряд, у них есть как... Там распределение идет, есть тот, кто защищает, и есть как кочевный народ какой-то. Хорошо. И он кем? Какая у него функция? Защитника или кочевника? Я не знаю, как правильно сказать. Разведчик, что ли. То есть он следующую землю едет вперед и рассматривает. На разведке. Да, он не один, с ним еще двое. И самое страшное для них это другие племена. И там много тех, кого разыскивают. То есть это без принципа люди, бандиты, убийцы. Они там обитают. Это какая-то местность, где есть сухость и горы в то же время. То есть они как-то переходят от одного места в другое. Понятно. Да, еще тех стран не было, которые сейчас существуют. То есть представить карту мира, где они могут находиться сейчас. Это османы? Это кто может быть? Нет. Идет слово пустыня. Там, где сейчас пустыня. А как она, хорошо, там, где сейчас пустыня. Территорию какого государства эта пустыня занимает сейчас? Несколько стран сейчас занимают эти территории. Тогда это было поселение, перемещающееся с одного в другое место, ищущие свою точку. Но здесь местность показывает, то есть из некоторых таких поселений рождались города, которые перерастали в страны, что ли. Страны родились, да? Более большие поселения. Хорошо. Сколько ему сейчас у нас 17 лет, да? Давай перенесемся в возраст 30 лет. На счет 3. 1, 2, 3. Это в возрасте 30 лет. Где он? Что он делает? Чем занимается? А здесь почему-то как море, берег моря. Да. И в то же время это пустыня. Здесь сходится земля и море. Есть такое, да. И это как привал такой. У него женщина и ребенок рядом. Ну, он же женат, у него есть ребенок. Да, но это не последняя остановка. Они перемещаются дальше. То есть до сих пор покоя не нашел. Какая у нее функция? Это слишком, как объясняется, что это слишком видное место. Все будут претендовать на него, а они хотят спокойствия. Ты имеешь в виду это место, видное место, где они находятся? Да. И их... Ну, конечно. Вот это... Выход к морю, конечно, или к океану. Это ж какое большое преимущество. Конечно, это место теплое. И они хотят там остаться, или они привал делают? Они делают привал, потому что они не хотят, чтобы они были так заметны. У них нет такой большой... Большого... Амбиции? Нет. У них нет большого количества защиты. Понятно. У них не сильная защита, поэтому они вполне могут пострадать. Хорошо. Значит, он жену имеет, и у него есть ребенок. Ну, давай перенесемся в следующий важный период в этой жизни. Ты в следующем важном периоде. Сколько ему лет? Ему 43 года, и они уже находятся в определенном... Это можно назвать уже город. Здесь они выстроили стену. Здесь стоит стена, и внутри как поселение сделано. Они пришли туда. Их приняли? Они пришли туда. Да, их приняли. Хорошо, чем он занимается. Их приняли, и они расширили границы. То есть они объединились в своем племени еще с кем-то, да? С этим городом? Понятно. И какая у него функция? Он также защитник. Он обходит эти... Да, постройки. Стены, которые построены вокруг поселения. Он их обходит. Здесь почему-то все такого желто-оранжевого цвета какого-то. То есть это все еще песок, это все еще солнечное. Когда из песчаника делают камни, вырезают. Вот такого цвета они становятся. Или это может быть даже и камень. Ну давай перенесемся в следующий важный момент в этой жизни. Он там же в этом городе. Сколько ему лет? Ему 53 года, и они отбивают нападение чьё-то. Здесь идет войск на вошедях. И у них больше это лук и стрелы. Он погибает в этом бою. Он погибает, и это поселение захватывает. То есть город пал. Но он не пал как таково. Его подчинили тому, кто завоевал их. Новый завоеватель пришел, и он погиб в этой битве, да? Он погиб. Хорошо. Какой самый важный момент, самый важный опыт он получил в этой жизни? Ему нравится это тепло, которое он получал среди своих людей. Вот это комьюнити, с которым он кочевал. Жена и ребенок. У него было, что защищать. Он достойно умер. Защищая своих. То, что он любил, да. Еще какая-то информация идет по этой жизни? Нет, душа выполнила свою задачу. Хорошо. В 53 года закончили. Хорошо, мы закончили с этой жизнью. И значит, ты сейчас выходишь из книги жизни Яниса и оказываешься в большом зале «Хроника Каш». Да, и здесь. Мы благодарим «Хроники Акаши» за информацию, которую мы могли здесь получить. Посылаем «Хроникам» нашу искреннюю энергию любви и благодарности. И переносимся ко входу «Хроника Каш». Его книгу нужно вернуть на место. Хорошо. И возвращаем книгу Яниса на место. Она живая, она искрится энергиями. Она улетела, да? Да, она ушла. Хорошо, мы закончили здесь. Отключаемся от «Хроник» и возвращаемся в нашу комнату диагностики. Один, два, три.